Для нас нет второстепенных вопросов, но есть вопросы, в которых мы ответственны, согласно тех документам, которые приняты в республике, утверждены президентом. И одна из них, мы как принимающая сторона, кроме размещения, чистоты, благоустройства, красоты города, отвечаем и за питание наших участников чемпионата мира. Нам предстоит каждый день вкусно кормить тысячи людей. Римма Жамиловна, генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания. Какая готовность? Хватит ли яблоки, картошки? Департамент продовольствия организует питание гостей и участников чемпионата мира по рабочим профессиям на трех объектах. Казань-Экспо, учебно-лабораторный комплекс Поволжской академии спорта в деревне WorldSkills и Академия тенниса. На Казань-Экспо, где будут проходить основные события чемпионата для питания аккредитованных участников и волонтеров, возведена временная конструкция главного ресторана общей площадью 9700 квадратных метров, из которых 5000 квадратных метров занимает зал для приема пищи на 2100 посадочных мест. Главный ресторан уже распахнул свои двери 13 августа. Разработано и согласовано с Роспотребнадзором в Республике Татарстан пятидневное меню. Питание организовано по типу «Шведский стол» и представляет пять линий раздачи с европейской национальной кухней, пять с азиатской, две линии халяль, а также зоны для пиццы и салат-бара. Отдельно представлена линия раздачи, рекомендованная для питания участников категории юниор. Всего в ресторане 14 линий раздачи. Решение по увеличению их числа было принято по итогам тестирования ресторана на национальном чемпионате. В соответствии с графиком, максимальное количество питающихся в пиковые дни будет составлять 5500 человек. Зал для питания волонтеров на 440 посадочных мест в пиковые дни будет принимать до 1600 человек. Для комфорта гостей во всех зонах питания представлен англоговорящий персонал. В соответствии с решением оперативного штаба в главном ресторане используется многоразовая фарфоровая посуда. Департамент продовольствия также организовывает чайные столы в кластерах B, C, D, E, F. Общее количество чайных столов 83. В этих зонах будут предложены горячие напитки, кондитерские изделия, сладости, фрукты. Для организованных групп посетителей из РФ и РТ организована зона выдачи сухих пайков, которая предполагает в соревновательные дни выдавать по 10700 комплектов. В обеспечении питания и организации сервиса, связанного с ним только в главном ресторане «Казань-Экспо», задействовано более 1200 человек. Весь персонал прошел необходимый медосмотр и вакцинацию. Следующим важным объектом оказания сервисов питания является основное место размещения – это деревня WorldSkills, где запланировано проживание порядка 5700 человек. Зона питания в деревне будет размещена по опыту чемпионата ФИНА 2015 года на трех этажах учебно-лабораторного комплекса Поволжской академии спорта, а также во временной конструкции, общее число посадочных мест составит 1570. Питание также организовано по типу «Шведский стол», по аналогичному меню, как и в главном ресторане «Казань-Экспо». Максимальное количество линий раздач составит 10, на первом этаже 6, на втором зона халяль 2 линии и на третьем этаже 2 линии раздачи. Плановый период работы ресторанов в деревне ежедневно с 17 по 28 августа. Академия тенниса. С учетом большого количества проживающих и ограниченности зоны основной столовой для отдельных клиентских групп питание будет организовано на прилегающих деревне объектах. В Казанской академии тенниса будет осуществлено питание организованных групп посетителей и более 700 волонтеров, включая иногородних и иностранных, размещенных в деревне универсиады. Организовано оно с 15 августа на втором и третьем этажах и представлено пятью линиями раздачи. Количество посадочных мест составляет 400. Питание организованных посетителей, согласно графику, будет осуществляться в дни соревнований с 22 по 27 августа. В пиковое время их количество составит до 1300 человек. В дни проведения соревнований питание волонтеров переносится в столовую IT-лицея формат «Горячее комплексное питание» на выбор с линии раздачи. Ихтибар Ахазыщин Рахмет. Спасибо за внимание. Подготовительная работа прошла, и все в боевой готовности. Вы свою компетенцию проверили еще раз на чемпионате России. Но, как всегда мы говорим, всякий раз надо готовиться, как первый раз. Лучшие достижения. Мы всегда делаем с нашими коллегами, причем на разном уровне. В дополнение на деловом понедельнике, на наших ежедневных совещаниях, на достижениях. Уважаемые коллеги, эта неделя будет ознаменовано открытием, знаменательным тем, что юбилейный 45-й чемпионат конференции 4-й, который президент собирал под указом президента. Это базовое предприятие, за что отдельное спасибо всем руководителям. В основном на чемпионате мира будем держать плаки за наших ребят. И двое, что впервые, школьник, ученик Нижневного лица, стали членами именной, именовских фондов. Для нас нет второстепенных вопросов, но не понимая ответственность, но мы знаем, как эти вопросы решать. Подготовительная работа масштабная идет в дворах, в том числе. И праздник двора будет хорошей традицией, которой мы обязательно будем. Вторая стадия, второй этап реконструкции бульвара. Первый уже полюбился, огромное количество. Уважаемые коллеги, перед тем, как завершились совещания, я хотел бы вам сделать...